Гиде Мапасан Страх Пышка Гиде Мапасан Мстители за поражение 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 Гиде 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 Мстители за поражение с ним. И немец день от дня все дольше засиживался по вечерам, греясь у семейного камелька. Город мало-помалу принимал обычный вид. Французы еще избегали выходить из дома, зато улицы кишили прусскими солдатами. Впрочем, офицеры голубых гусар, заносчиво волочившие по тротуарам свои длинные орудия смерти, по-видимому презирали простых горожан немногим больше, чем офицеры французских егерей, кутившие в тех же кофейнях год назад. И все же в воздухе чувствовалось нечто неуловимое и непривычное. Тяжелая, чуждая атмосфера, с ровноразлитой повсюду запах. Запах нашествия. Он заполнял жилища и общественные места. Сообщал особый привкус кушаньем. Порождал такое ощущение, будто путешествуешь по далекой-далекой стране, среди кровожадных диких племен. Победители требовали денег, много денег. Обывателям приходилось платить без конца. Впрочем, они были богаты. Но чем состоятельный нормандский коммерсант, тем сильнее страдает от малейшего ущерба, от сознания, что малейшая крупица его достояния переходят в чужие руки. А между тем, за городом, вдруг трехлиев вниз по течению, возле круассы, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дня вздувшиеся трупы немцев в мундирах. То убитых ударом кулака, то зарезанных, то с проломленным камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речную ил окутывал саваном эти жертвы Вайтайн. Дикой и законной мести, бессвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения среди белодня и лишенных орела славы. Ибо ненависть к чужеземному искренне вооружает гордость бесстрашных, готовых умереть за идею. Но так как завоеватели, хотя и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из тех чудовищных жестокостей, которые молва неизменно приписывала им во время их победоносного шествия, жители в конце концов осмелели, и потребность торговых сделок снова ожила в сердцах местных коммерсантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, занятым французской армией, и вздумали сделать попытку пробраться в этот порт, доехать с ушей до Дьеппа, а там сесть на пароход. Было использовано влияние знакомых немецких офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд. Для этого путешествия, на которое записалось 10 человек, был нанят большой дилежант с четверкой лошадей, и решено было выехать во вторник утром, до рассвета, чтобы избежать всякого рода сборищ. За последние дни мороз уже сковал землю, а в понедельник около трех часов с севера надвинулись большие черные тучи. Они принесли с собой снег, который шел беспрерывно весь вечер и всю ночь. Утром в половине пятого путешественники собрались во дворе нормандской гостиницы, где должны были сесть в карету. Они еще не совсем проснулись и кутались в пледы, дрожа от холода. В темноте они еле различали друг друга, а тяжелые зимние одежды делали их всех похожими на тучное кюре в длинных сутанах. Но вот двое мужчин узнали один другого, к ним подошел третий, и они разговаривали. «Я увожу с собой жену», — сказал один из них. «Я тоже. И я тоже». Первый добавил. «В Руан мы уже не вернемся. А если прусаки подойдут к Гавру, переедем в Англию». У всех были одинаковые намерения, так как это были люди одного склада. Карету между тем все не закладывали. Фонарик конюха время от времени показывался из одной темной двери и немедленно исчезал другой. Из глубины конюшни доносились лошадины топор, приглушенные навозом и соломенной подстилкой, и мужской голос, понукавший и бронивший лошадей. По легкому позвякиванию бубенчиньков можно было догадаться, что прилаживают сбрую, позвякивание скорее перешло в отчетливый беспрерывный звон, вторивший размеренным движением лошади. Иногда он замирал, затем возобновлялся после резкого рывка, сопровождавшийся глухим стуком подкованного копыта о землю. Внезапно дверь затворилась, все стихло, промерзшие путники умолкли, они стояли, не двигаясь, оцепенев от холода. Сплошная завеса белых хлопьев беспрерывно искрилась, опускаясь на землю, она стушевала все очертания, опустошила все предметы ледянистым хом. В великом безмолвии затихшего города, погребенного под покровом зимы, слышались лишь неясно, неизъяснимый зыбкий шелест падающего снега. Скорее намек на звук, чем самый звук, легкий шорох белых атомов, которые, казалось, заполняли все пространство, окутывали весь мир. Человек с фонарем снова появился, таща на поводу понурую, неходя переступавшую лошадь. Он поставил ее возле дыши, привязал постромки и долго суетился возле нее, укрепляя сбрую одной рукой, так как в другой держал фонарь. Направляясь за второй лошадью, он заметил неподвижные фигуры путешественников, совсем побелевший от снега и сказал, «Что же вы не сядьте в дилижанс? Там хоть от снега укройтесь». Они, вероятно, не подумали об этом, и теперь все сразу устремились к дилижансу. Трое мужчин разместили своих жен в глубине экипажа и влезли сами. Потом на оставшихся местах молча расположились прочие смутные расплывчатые фигуры. На полу дилижанса была наслана солома, в которой тонули ноги. Дамы, сидевшие в глубине кареты, захватили с собой медные грелки с химическим углем. Теперь они разожгли эти приборы и некоторое время шепотом перечисляли друг другу их достоинства, повторяя все то, что каждое из них было давным-давно известно. Наконец, когда дилижанс был запряжен ввиду трудности дороги шестеркой лошадей вместо обычных четырех, чей-то голос снаружи спросил, «Все на местах?» Голос изнутри ответил, «Все». Тогда тронулись в путь. Дилижанс стащился медленно-медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу, кузов стонал глухо потрескав, лошади скользили, храпели, от них валил пар, длиннющий кнут возницы без устали хлопал, летал во все стороны, свиваясь и разворачиваясь, как змейка, и вдруг стегал по какому-нибудь выпрыгнувшему крупу, который после этого напрягался в новом усилии. Постепенно расцветало. Легкие снежинки, те, что один из пассажиров, чистокровный руанец, сравнил с дождем хлопком, перестали сыпаться на землю. Модный свет просочился сквозь большие, темные, грузные тучи, которые резко оттеняли ослепительную белизну полей, где виднелись то ряд высоких деревьев, поддернутых инем, то хибарка под снежной шапкой. При свете этой унылой зари пассажиры стали с любопытством приглядываться к соседям. В глубине кареты на лучших местах друг против друга дремали супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон. Луазо, бывший приказчик, купил предприятие у своего обанкротившегося хозяина и нажил большое состояние. Он по самой низкой цене продавал мелким провинциальным торговцам самое дряное вино и слух среди друзей и знакомых за отъявленного плута, за настоящего нормандца, хитрого и жизнерадостного. Репутация мошенника настолько упрочилась за ним, что как-то на вечере в префектуре господин Турнель, сочинитель басен и куплетов, остряк и задирок. Местная знаменитость предложил дремавшим от скуки дамам сыграть в игру. Птичка летает. Шутка облетела гостиную префекта, отсюда проникла в гостиные горожан, и целый месяц вся округа покатывалась от хохота. Помимо этого Луазо славился всевозможными забавными выходками, а также остротами то удачными, то плоскими, и всякий, заговорив о нем, неизменно прибавлял. Что ни говори, Луазо прям-таки не подражает. Он был невысокого роста и, казалось, состоял из одного шарообразного живота, над которым красовалась румяная физиономия, обрамленная сидящими бочками. Его жена, рослая, дородная, решительная женщина, отличавшаяся резким голосом и крутым нравом, была воплощением отчетности и порядковых торговом доме, тогда как сам Луазо оживлял его своей жизнерадостной суетней. Возле них с явным сознанием своего достоинства и высоким положением восседал господин Карелла Мадон, фабрикант, особо значительная в хлопчато-бумажной промышленности, владелец трех бумагопрядили, офицер почетного легиона и член генерального штаба. Во время империи он возглавлял благонамеренную оппозицию с единственной целью – получить впоследствии побольше за присоединение к тому строю, с которым он боролся. По его выражению, оружием учтивости. Госпожа Карелла Мадон, будучи гораздо моложе своего супруга, служила утешением для назначенных в руанский гарнизон офицеров из хороших семей. Она сидела напротив мужа, миниатюрная, хорошенькая, закутанная в меха, и уныло разглядывала убогую внутренность дилижанса. Соседи ее, граф Юбер де Бревель, с супругой, носили одно из самых старинных и знатных нормандских имен. Граф, пожилой дворянин с величественной осанкой, старался ухищрением костюма подчеркнуть свое природное сходство с королем Георгием IV, от которого, согласно лесному фамильному преданию, забеременела некая дама де Бревель. А муж ее по всему поводу получил графский титул и губернаторство. Граф Юбер, коллега господина Карелла Мадонна, по генеральному совету, представлял Орлеанскую партию департамента. История его женитьбы на дочери мелкого нанского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но так как графиня обладала величественными манерами, принимала лучше всех и даже стала забывшую любовницу одного из сыновей Луи Филиппа. Вся знать ухаживала за ней, и ее салон считался первым в департаменте, единственным, где еще сохранилась старинная любезность, и попасть в который было нелегко. Имущество Бревелей, почти целиком состоявшее из недвижимости, приносило, по слухам, 500 тысяч ливров годового дохода. Эти шесть персон занимали глубину кареты и олицетворяли обеспеченный, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей, порядочных, влиятельных, верных религий, с твердыми устоями. По странной случайности все женщины разместились на одной скамье, и рядом с графиней сидели две монахини, перебиравшие длинные четкие шептавшие «Патер и Аве». Одна из них была пожилая, с изрытым оспой лицом, словно в нее некогда в упор выстрелили дробью. У другой, тщедушной, было красивное и болезненное лицо и чахоточная грудь, которую терзала та всепоглощающая вера, что создает мучениц и фанатиков. Всеобщее внимание привлекали мужчины и женщины, сидевшие против монахи. Мужчина был хорошо известный Корнюде. Демократ пугало всех почтенных людей. Уже добрых 20 лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кафе. Он прокутился своими собратьями и друзьями, довольно большое состояние, унаследованное от отца, бывшего кондитера, и с нетерпением ждал установления республики, чтобы получить наконец место, заслуженное столькими релевационными возлияниями. 4 сентября, быть может, в результате чьей-нибудь шутки, он счел себя назначенным на должность префекта. Но когда он вздумал приступить к исполнению своих обязанностей, писаря, ставшие единственными хозяевами префектуры, отказались его признавать, и ему пришлось ретироваться. Будучи в общем добрым малым, безобидным и услужливым, он с необычайным рвением принялся за организацию обороны. Под его руководством в полях вырыли волчьи ямы, в соседних лесах вырубили молодые деревца, и все дороги усели западнями. Удовлетворенный принятыми мерами, он с приближением врага поспешно отступил к городу. Теперь он полагал, что гораздо больше пользы принесет в Гаври, где также придется рыть траншеи. Женщина, из числа так называемых особ легкого поведения, славилась своей преждевременной полнотой, которая стяжала ее прозвище Пышки. Маленькая, вся кругленькая, заплывшая жирком, с пухлыми пальчиками, перетянутыми в суставах наподобие связки коротеньких сосисок, с лоснящейся натянутой кожей, с необъятной грудью, выдававшейся под платьем. Она была еще аппетитна, и за ней увивалось немало мужчин. До такой степени радовала глаз ее свежесть. Лицо ее напоминало румяное яблоко. Готовый распуститься бутон пиона, в нем выделяются великолепные черные глаза, осененные длинными густыми ресницами, а потому казавшиеся еще темнее, и прелестный маленький влажнород, с мелкими блестящими зубками, так и созданными для поцелуя. По слухам, она отличалась и многими другими недооцененными достоинствами. Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье. Слово «девка», какой срам, были произнесены столь внятным шепотом, что пышка подняла голову. Она окинула спутников таким вызывающим дерзким взглядом, что сразу наступила мертвая тишина, и все потупились, исключая Лозо, который игриво посматривал на нее. Скоро, однако, разговор между тремя дамами возобновился. Присутствие такого сорта девицы неожиданно сблизило, почти сдружило их. Добродетельные жены почувствовали необходимость объединиться перед лицом этой бесстырой продажной твари. Ведь любовь законная всегда относится свысока к своей свободной сестре. Трое мужчин, которых в присутствии Кордюне, тоже сближал инстинкт консерваторов, говорили о деньгах, и в то не их чувствовалось презрение к беднякам. Граф Юбер рассказывал об уроне, причиненной ему прусаками, о больших убытках, связанных с покражей скота и гибелью урожая. Но в словах его сквозила уверенность вельможи и миллионера, которого такой ущерб мог стеснить самая большая на год. Господин Карелла Мадон, весьма осведомленный о положении дел в хлопчатобумажной промышленности, заблаговременно позаботился перевезти в Англию 600 тысяч франков, запасной капитализм, прибереженный им на черный день. Что касается Луазо, то он ухитрился запродать французскому интенданству весь запас дешевых вин, хранившийся в его подвалах, так что государство было должно ему огромную сумму, которую он и надеялся получить в Гаври. И они все трое обменивались беглыми дружелюбными взглядами. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя собратьями по богатству, членами великой франк-масонской ложи, объединяющей всех собственников, всех, у кого в кармане звенит золото. Дилижанс двигался так медленно, что к десяти часам утра не проехали и четырех лье. Три раза мужчинам приходилось на подъемах вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали волноваться, так как завтракать предполагалось в Тоте, а теперь уже не было надежды добраться туда раньше ночи. Каждая выглядывала в окно, надеясь увидеть какой-нибудь придорожный трактирчик. Как вдруг карета застряла в сугробе и потребовалась целых два часа, чтобы вытащить ее оттуда. Голод усиливался, мутился рассудок, а на пути, как назло, не попадалось ни единой харчевни, ни единого кабачка, потому что приближение прусаков и отход голодных французских войск нагнали страх на владельцев всех торговых заведений. Мужчины бегали за съестным на ферму, встречавшиеся по дороге, но не могли купить там даже хлеба, так как недоверчивые крестьяне попрятали свои припасы из страха перед голодными солдатами, грабевшими все, что попадалось им на глаза. Около часу пополудня Луазу заявил, что чувствует в желудке положительно невыносимую пустоту. Все давно уже страдали не меньше его. Жестокий, все возрастающий голод отбил всякую охоту к разговору. Время от времени кто-нибудь из пассажиров начал зевать, его примеру сразу следовал другой, и соответственно своему характеру, воспитанию, общественному положению, кто с шумом, кто беззвучно открывал рот, быстро заслоняя рукой зияющее отверстие, из которого валил пар. Пышка несколько раз наклоняясь, словно отыскивая что-то у себя под юбками, но пробыв мгновение в нерешительности, она взглядывала на соседей и снова спокойно выпрямлялась. У всех были бледные и напряженные лица. Луазу заявил, что готов уплатить за маленького карачонка тысячу франков. Его жена сделала протестующий жест, но потом успокоилась. Разговоры о выброшенных зря деньгах всегда причиняли ей истинное страдание. Но она даже не понимала шуток на этот счет. «В самом деле, мне что-то не по себе», — молвил граф. «Как это я не позаботился о провизии?» Каждый мысленно упрекал себя в том же. Однако у корню Д оказалась целая фляжка рома. Он предложил его желающим, все холодно отказались. Только Луазу согласился отхлебнуть глоток и, возвращая фляжку, поблагодарил. «А ведь не дурно, и греет, и холод заглушает». Алкоголь привел его в хорошее настроение, и он предложил поступить, как на корабле, о котором поется в песенке, съесть самого жирного из путешественников. Благовоспитанные особы были шокированы этим косвенным намеком на пышку. На шутку господина Луазу не отозвались. Однако корню Д улыбнулся. Монахини перестали болтать молитву и, запрятав руки в широкие рукава, сидели не двигаясь, упорно не поднимая глаз, и, несомненно, принимали как испытание муху, неспосланную им небесам. Наконец, часов три, когда кругом растелалась бесконечная равнина без единой деревушки, пышка проворно нагнулась и вытащила из-под скамьи большую корзину, прикрытую белой салфеткой. Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку из серебряных стаканчиков, потом объемистую миску, где застыли в жиле два цыпленка, разрезанных на куски. В корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу, пироги, фрукты, сласти и прочая снеть, заготовленная с таким расчетом, чтобы питаться дня три, не притрагиваясь трактирной еде. Между свертками с провизией выглядывали четыре бутылочных горлышка. Пышка взяла крылышко цыпленка и деликатно принялась его есть, закусывая хлебцем, носящим в Нормандии название рижанца. Все зоры устремились к ней. Вскоре в карете распространился аппетитный запах, от которого расширялись ноздри, во рту появлялась обильная слюна и мучительно сводила челюсти. Презрение дам к этой девке превыходило в ярость. В дикое желание убить ее и вышвырнуть вон из дилижанца в снег, вместе с ее стаканчиком, корзинкой и провизией. Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он проговорил. «Вот это умно! Мадам предусмотрительнее нас. Есть люди, которые всегда обо всем позаботятся». Пышка взглянул на него. «Не угодно ли, сударь? Ведь нелегто поститься с самого утра». Луазо поклонился. «Да, по совести говоря, не откажусь. На войне, как на войде. Не так ли, мадам?» Якинув спутникам взглядом, добавил. «В подобные минуты так отрадно встретиться с предупредительной особой». Он разжил на коленках газету, чтобы не запачкать брюк, пероченным ножом, всегда находившимся в его кармане. Он подцепил куриную ножку, подернутую в желе, и, отрывая зубами куски, принялся жевать с таким нескрываемым удовольствием, что по всей карете пронесся тоскливый вздох. Тогда Пышка смиренным и кротким голосом предложила монахиням разделить с ней трапезу. Обе они немедленно согласились. Пробормотав слова благодарности, не поднимая глаз, принялись торопливо есть. Корнюй да тоже не отверг угощения соседки, и вместе с монахинями устроил из газет, развернутых на коленях, нечто вроде стола. Рты беспрестанно открывались и закрывались, неистово жевали, уплетали, поглощали. Луазо в своем уголке трудился вовсю и шепотом уговаривал жену последовать его примеру. Она долго противилась, но потом, ощутив спамбы в желудке, сдалась. Тогда муж в изысканном выражении спросил у очаровательной спутницы, не позволит ли она предложить кусочек госпожа Луазо. Пышка ответил, разумеется, сударь, и любезно улыбаясь протянула миску. Когда откупоривали первую бутылку, произошло некоторое замешательство. Имелся всего один стаканчик, его стали передавать друг другу, предварительно вытирая. Один только Корнюде, как галантный кавалер, прикоснулся губами к тому краю, который был еще влажным от губ соседки. Сидя среди людей, жадно поглощающих еду и вздыхающий от ее запах, граф и графиня Добриви, как и супруги Карелла Мадон, испытывали ту ужасную пытку, которая получила название «Танталовый мук». Вдруг молодая жена фабриканта испустила столь глубокий вздох, что все обернулись. Она побледнела, как лежавшая в полях снег. Глаза ее закрылись, голова откинулась, она потеряла сознание. Муж страшно перепугался и стал умылять окружающих о помощи. Все расстелялись, но старшая монахина, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам саканчик и принудила проглотить несколько капель вина. Хорошенькая дама пошевелилась, открыла глаза, улыбнулась и умирающим голосом проговорила, что теперь ей совсем хорошо. Но чтобы обморок больше не повторился, монахина заставила ее выпить целый стаканчик бордо. Прибави. Это не иначе, как с голоду. Тогда пышка краснеет и конфузись, залепетала, обращаясь к стерем еще все постившимся спутникам. Господи, да я ведь просто не смела предложить. Пожалуйста, прошу вас. Она умолкла, боясь услышать оскорбительный отказ. Луазо взял слово. Э, право же, в таких случаях все люди, братья и должны помогать друг другу. Да ну ж, судар, без церемоний. Соглашайтесь, черт возьми. Нам, может быть, и на ночь не удастся найти пристанище. При такой езде хорошо, если мы доберемся до то-то завтрак полудни. Но колебания продолжались. Никто не решился взять на себя ответственное за согласие. Наконец граф разрешил вопрос. Он повернулся к смущенной толстушке и величаво сказал. Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, мадам. Труден был лишь первый шаг. Но когда Рубикон перешли, все перестали стесняться. Корзина была опустошена. В ней находились, помимо прочего, паштеты с печенки, паштеты с жаворонков, кусок копченого языка, красанские груши, сыр, печенье и целая банка маринованных корнишонов и луку. Пышка, как большинство женщин, обожала все остро. Нельзя было есть припасы этой девушки и не говорить с ней. Поэтому завязалась беседа. Сначала несколько сдержанной, потом все более непринужденной, так как пышка держала себя превосходно. Графиня Дебривиль и госпожа Карелла Мадонна, обладавшие большим светским тактом, проявили утонченную любезность. В особенности графиня высказывала приветливую снисходительность, как аристократка, которую не может запачкать общение с кем бы то ни было. Она вела себя очаровательно. Но толстая госпожа Луазо, наделенная душой жандарма, оставалась неприступной. Она говорила мало, зато много ела. Разговор шел, разумеется, о войне. Рассказывали о жестокостях пруссаков, о храбрости французов. Эти люди, спасавшиеся от врагобедствия, отдавали должное мужеству солдат. Вскоре заговорили и о личных обстоятельствах. И пышка с неподдельным волнением, с той пылкостью, какую проявляют иногда публичные женщины, говоря о своих переживаниях, рассказала, почему она уехала из Руана. Сначала я думала остаться, начала она. У меня был полон дом припасов, и я предпочла бы кормить нескольких солдат тимой же от невидомо куда. Но когда я их, пруссаков этих, увидала, тоже не могла совладеть с собой. Все во мне так и переворачивалось от злости. Я проплакала целый день от стыда. Ох, будь я мужчиной, я бы уже им показала. Я смотрела на них из окошка, на этих жирных боров в остроконечных касках, а служанка держала меня за руки, чтобы я не бросала им на голову всю свою мебель. Потом они явились ко мне на постой, и я первого же схватила за горло. Задышать немца нетруднее, чем кого-то другого. Я бы и прикончила его. Да только меня оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрываться. А как только подвернулся случай, я уехал. И вот я среди вас. Ее стали усиленно расхваливать. Она выросла в глазах своих спутников, далеко не проявивших такой отваги. И Корнюдэ, слушая ее, улыбался с апостольской благословностью и одобрением. Так священник слушает набожного человека, воздающего хвалу Богу. Ибо длинобородые демократы стали такими же монополистами в делах патриотизма, как люди, носящие сутану в вопросах веры. Он тоже заговорил. Заговорил поучительным тоном, с пафосом, подчернутым из прокламации, которые ежедневно расклеивались на стенах. И закончил красноречивой тирадой, безапелляционно расправившись с подлецом Бонанге. Но Пышка тотчас же возмутилась, потому что она была бонапартисткой. Она побагровела, как вишня, и, заикаясь от негодования, выпалила. Хотела бы я видеть вашего брата на его месте. Хороши бы вы все были, нечего сказать. Вы ведь-то его и предали. Если бы страной управляли озорники вроде вас, только и оставалось бы, что бежать из Франции, куда глаза глядят. Корнюдэ сохранял невозмутимость, улыбался презрительно и свысока, но чувствовал, что сейчас дело дойдет до перебранки. Вмешался граф и не без труда угомонил расходившуюся девицу, властно заявив, что всякое искреннее убеждение следует уважать. Между тем графиня и жена фабриканта, питавшие, как все добропорядочные люди, бессознательную ненависть к республике и своим, и свойственные всем женщинам, инстинктивное пристрастие к мишурным и деспотическим правительствам, почувствовали невольную симпатию к этой девке, которая держалась с таким достоинством, выражала чувства, столь схожие с их собственными. Корзина опустел, в десятером ее очистили без труда и только пожалели, что она такая маленькая. Разговор тянулся еще некоторое время, хотя стал менее оживленным после того, как покончили с едой. Вечерело. Темнота постепенно сгущалась, холод более ощутимый во время пищеварения вызывал у Пышки дрожь, несмотря на ее полноту. Госпожа Дебревиль предложила ей свою грелку, в которую уже несколько раз подкладывала угля. Пышка тотчас же приняла предложение, потому что ноги у нее совсем замерзли. Госпожи Карелла Мадонна и Луазо отдали свои грелки монахине. Кучер зажег фонари. Они озарили резким светом облака пара, колебавшаяся над потными крупами корейников, а также снег по краям дороги, пелена которого словно развертывалась в бегущих отблесках огней. Внутри кареты уже ничего нельзя было различить, но вдруг Пышка и Корнюдэ зашевелились, и господину Луазо, который всматривался в потемки, показалось, что длиннобородок Корнюдэ порывисто отодвинулся, точно получив беззвучный, но увесистый пинок. Впереди на дороге замелькали огоньки. Это было селение Тот. Ехали уже одиннадцать часов, и если добавить два часа, потраченные на четыре остановки, на то, чтобы покормить лошадей и дать им передохнуть. Получалось и все тринадцать. Дилижанс въехал в поселок и остановился у торговой гостиницы. Дверца отворилась, и вдруг пассажиры вздрогнули, услышав хорошо знакомый звук, прерывистого брякацанье цабли, волочившиеся по земле, и тот час же резкий голос что-то прикричал по-немецки. Несмотря на то, что дилижанс стоял, никто в нем не тронулся с места. Казалось, все боялись, что стоит только выйти, их немедленно убьют. Появился кучер с фонарем в руках и внезапно осветил внутренность кареты. Два ряда испуганных лиц, разъянутые рты, вытаращенные от удивления и ужаса глаза. Рядом с кучером в полосе света стоял немецкий офицер. Долговязый, белобрызый, молодой человек, чрезвычайно тонкий, затянутый в мундир, как барышня в корсе. Плоская лакированная фуражка, надетая на бекрем, придавала ему сходство с рассыльными из английского отеля. Непомерно длинные прямые усы, незаметно нанчавшие кончиком, завершались одним единственным белесым волоском, столь тонким, что конца его не было видно. Они словно давили на края рта, оттягивая вниз чеки и уголки губ. Он резко предложил путешественникам выйти, обратившись к ним на французском языке стильным эльзасским выгором. «Неугодно ли вылезать, господа?» Первым повиновались монахини, с крутостью смирения, с привыкших к послушанию. Затем показались граф с графиней, за ними фабрикант и его жена, а потом Луазо, подталкивавши свою дородную половину. Выйдя из кареты, Луазо сказал офицеру скорее за осторожностью, чем озвеживость. «Добрый вечер, сударь!» Офицер с наглостью власть имущего взглянул на него и ничего не ответил. Пышкая корню Дэ, хотя и сидевшие около дверцы, вышли последними, приняв перед лицом ворга строгий и надменный вид. Толстуха старалась сдерживаться и быть спокойной. Демократ трагически теребил свою длинную ржеватую бороду, слегка дрожащей рукой. Они старались сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый в некотором роде является представителем страны, и оба одинаково возмущались податливостью своих спутников. Впрочем, Пышка старалась показать себя более гордой, чем ее соседки, порядочные женщины, а корню Дэ воображая, что обязан подавать пример, по-прежнему всем своим видом подчеркивал взятую на себя миссию сопротивления, которую он начал с перекапывания дорог. Все вошли в просторную кухню постоялого двора, и немец потребовал подписанное комендантом Руана разрешение на выезд, где были перечислены имена, приметы и род занятий всех путешественников. Он долго разглядывал каждого из них, сличая людей с описанием их примет. Потом он резко сказал «Хорошо» и вышел. Путники перевели дух. Голод давал себя чувствовать, заказали ужин. На приготовление его потребовалось полчаса, и пока две служанки усердно занимались стряпню, путешественники пошли осмотреть помещение. Комнаты были расположены вдоль длинного коридора, который упирался в стеклянную дверь с неким выразительным номером. Когда, наконец, стали усаживаться за стул, появился сам хозяин постоялого двора, в прошлом лошадиный барышня. Это был астматический толстяк, в горле у которого постоянно свистело, клокотало и пыгучи переливалась мокрота. От отца он у нас следовал фамилию Фаланви. Он спросил «Кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?» Пышка вздрогнула и обернулась. «Это я?» «Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами». «Со мной?» «Да, раз вы и есть мадемуазель Элизабет Руссе». Она смутилась, мгновение подумала и объявила напрямик. «Вот еще, не пойду». Кругом заволновались, все стали спорить и выискивать причину такого требования. Подошел граф. «Вы не правы, мадам, потому что ваш отказ может повлечь за собой серьезные неприятности. И не только для вас, но и для ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее вас. Это приглушение, безусловно, не представляет никакой опасности. Вероятно, надо выполнить какую-нибудь формальную». Все присоединились к графу, стали упрашивать Пышку, уговаривать, увещевать и, наконец, убедили ее. Ведь каждый опасался осложнений, которые могут повлечь за собой столь безрассудный поступок. В конце концов, она сказала. «Хорошо, но дело это я только для вас». Графиня пожала ей руку. «И мы вам так благодарны». Пышка вышла. Ее дожидали, чтобы сесть за стол. Каждый досадовал, что вместо этой несдержанной, вспыльчивой девушки не пригласили его, и мысленно подготовлял всякие банальные фразы на случай, если будет вызванный он. Но минут десять спустя Пышка вернулась, вся красная задыхаясь вне себя от раздражения. Она бормотала. «Ах, мерзавец! Вот мерзавец!» Все бросились к ней, желая узнать, что случилось. Но она не проронила ни слова. А когда граф стал настаивать, ответила с большим достоинством. «Нет, это к вам не относится. Я не могу этого сказать». Тогда все уселись вокруг большой миски, распространявшей запах капусты. Несмотря на это тревожное происшествие, ужин проходил весело. Сидор был хорош и считал Луазо, а также монахи не пили его из экономии. Остальные заказали вино. Корнеда потребовал пиво. У него была особая манера откупоривать бутылку. Пенить пиво, разглядывать его, сначала наклоняя стакан, затем подымая его к лампу, чтобы лучше рассмотреть свет. Когда он пил, его длинная борода, принявшая с течением времени оттенок любимого напитка, словно дребетала от нежности. Глаза скашивали, чтобы не терять из виду кружку. И казалось, будто он осуществляет то единственное призвание, ради которого родился на свет. Он мысленно как будто старался сблизить и сосочетать обе великие страсти, заполнявшие его жизнь, светлый эль и революцию. Несомненно, он не мог вкушать одного, не думая о другом. Господин Фаланфи с женой ужинали, сидя в самом конце стола. Муж пыхтел, как старый локомотив, и в груди у него так клокотало, что он не мог разговаривать за едой. Зато жена его не умолкала ни на минуту. Она выложила все свои впечатления от встречи с пруссаками. Описала, что они делают, что говорят. Она ненавидела их прежде всего потому, что они вводят ее в большие расходы, а также потому, что у нее было два сына в армии. Обращалась она преимущественно к графине, так как ей лестно было разговаривать с благородной дамы. Рассказывая что-нибудь чекотливое, она понижала голос, а муж время от времени прерывала. Лучше бы тебе помолчать, мадам. Но не обращая на него никакого внимания, она продолжала. Да, сударыня, люди эти только и делают, что едят картошку со свининой, да свинину с картошкой. И не верьте, пожалуйста, что они чистоплодные. Вовсе нет. Они, извините за выражение, гадят повсюду. А посмотрели бы вы, как они по целыми часами, по целыми дням проделывают свои упражнения. Соберутся все в поле и марш вперед, марш назад, поворот туда, поворот сюда. Лучше уж бы земли впахали у себя на родины, либо дороги прокладывали. Так вот нет же, сударыня, от военных никакого проку не видят. И зачем этим горемычным народам кормят их? Разве они только тому и учатся, как людей убивать? Я старуха необразованная, что я говорю. А когда смотрю, как они, нещадя сил, топчутся с утра до ночи, то всякие раздумы. Вот есть люди, которые делают разные там открытия, чтобы пользу другим принести. А к чему нужны такие, что из кожи вон лезут, лишь бы навредить? Но разве не мерзость убивать людей, будь они брусаки или англичане, или поляки, или французы? Если мстишь кому-нибудь, кто тебя обидел, за это наказывают, и значит это плохо. А когда сыновей наших убивают из ружей, как дичь, выходит это хорошо. Раз тому, кто уничтожит побольше, дают ордена. Нет, знаете, никак я этого в толк не возьму. Корнедэ громко заявил. Война – варварство, когда нападают на мирного соседа. Но это священный долг, когда защищают родину. Старуха опустила голову. Да, когда защищают другое дело. А все-таки лучше бы перебить всех королей, которые заваривают войну ради своей потехи. Глаза Корнедэ вспыхнули. «Браво, гражданка!» – воскликнуло. Господин Королом Адон был озадачен. Хоть он и боготворил знаменитых полководцев, здравый смысл, звучавший в словах старой крестьянки, заставил его призадуматься над тем, какое благосостояние принесли бы стране столько праздных сейчас и, следовательно, убыточных рабочих рук. Столько бесплодно растрачиваемых сил, если бы применить их для больших производственных работ, на завершение которых требуется столетие. А Лазов встал с места, подсел к трактирщику и шепотом заговорил с ним. Толстяк хохотал, кашлял, отхаркивался. Его толстый живот весело подпрыгивал от шуток соседа. Трактирщик тут же закупил у Лазов шесть бочек вина к весне, будучи уверен, что просаки тогда уже уйдут. Едва кончился ужин, все почувствовали сильнейшую усталость и отправились встать. Между тем Лазов, успев сделать кое-какие наблюдения, уложил в постель свою супругу, а стал сам прикладываться к замочной скважине, то глазом, то ухом, чтобы, как он выражался, проникнуть в тайны коридора. Приблизительно через час он услыхал шорох, быстро выглянул и увидел Пышку, которая оказалась еще пышнее в голубом кашемировом капоте, отделанном белыми кружевами. Она держала подсвечник и направлялась к многозначительному номеру в конце коридора. Но вот где-то рядом приоткрылась другая дверь, и когда Пышка через несколько минут пошла обратно, за нею последовало корню Дэ в подтяжках. Они разговаривали шепотом, потом остановились. По-видимому, Пышка решительно защищала доступ в свою комнату. Луазов, к сожалению, не мог разобрать слов, но под конец, когда они повысили голос, им удалось уловить несколько фраз. Корню Дэ горячо настаивал. Он говорил. «Послушайте, это глупо, но что вам стоит?» Она явно была возмущена. «Нет, дорогой мой, бывают случаи, когда это недопустимо, а здесь это было бы просто срам». Он, должно быть, не понял и спросил, почему. Тогда она окончательно рассердилась и еще более повысила голос. «Почему? Вы не понимаете, почему? А если в доме прусаки? И даже, может быть, в соседней комнате?» Он умолк. Патриотическая стыдливость шлюхи, не позволяющая ласкать себя в лизине приятеля, по-видимому, пробудила в нем ослабевшее чувство собственного достоинства, ибо он ограничился тем, что поцеловал ее и неслышно направился к своей двери. Распаленный лозу оторвался от скважины, сделал антроша, надел ночной колпак, приподнял одеяло, под которым покоился жестокий остов его подруги, и, разбудив ее, поцелуем прошептал. «Ты меня любишь, душеньки!» После этого весь дом погрузился в безмолвие. Но вскоре, где-то в неопределенном направлении, то ли в погребе, то ли на чердаке, послышался мощный, однообразный, равномерный храп, глухой и протяженный гул, словно от сотрясений парового котла. Это спал господин Фалангий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!